У меня было три встречи с Пеледреевым, и все три были по-своему значены. Недавно я понял, их было четыре. И четвертая не была значительной всех, но была особенной. И для того, чтобы поднять Пеледреева, хорошо иметь в запасе такую встречу. Большое сборище людей из Москвы, с Кубани, из Японии, ну, можно сказать, из разных мест нашего Союза, ходят по горе Машук. И нас сопровожают два предстоялых жителя Пятигорска. Один из них – армянин, другой, не помню, русский ли, но не армянин. Они – краеведы местные и хорошо знают обстоятельства дуэли и гибели Лермонтова. Очень интересная эта беседа, сделала нас слушателями ее. Но сопровождающие наши все время припираются друг с другом. То есть они не выстраивают единой линии. А для одного Лермонтов погиб там, для другого – там, для другого – для первого же. Не погиб, а был расстрелян и так далее. И я неволе сошелся с ними и установил, что они учились когда-то в давние студенческие, давние годы с Дробышевым и Передреевым. Это оживило во мне представление о Передрееве, как о соколе. Я на лугах писал, что это сокол, по чувству своему. А когда я понял еще раз, что Передреев связан с Кавказом, и для кого-то эта Передреевская юность, нечто светлое, ушедшее, а, с другой стороны, незамедленное, он светлее стал в моем представлении. Рядом был Захар Прилепин, я помню. Рядом были еще кое-кто. И Захар Прилепин, помню, невзирая на словарный состав своей прозы, который при первой же прочитанной мною странице его повести заставил его прозу закрыть. Невзирая на это, Захар Прилепин был настоящим, так сказать, горским джентльменом. И помню, как он сопровождал мою спутницу Японску на каждом уступе, на каждом обвале, без всяких посягательств, но как настоящий человек. Японка не могла вспомнить мою юность, связанную с Передреевым, и Захар Прилепин не мог этого. А вот Дробышев и его друг Передреев ближе стали мне, хотя уже никого нельзя было вернуть. Ни того, ни другого не было с нами. Знаете, есть такое явление МЦИИИ. Многие русские его ценят. Там герой-то не очень тянется в русскую среду, а рвется из нее. Ценят это явление, эту ПОЭМу и кавказцы. Им по-другому понятно. Видел я чеченцев, рвавшихся из Сибири домой. Они не могли осуществить свои задачи. Они терпели, но душа рвалась. Это МЦИИИ уже 20 века с его испытаниями конца 50-х годов. Но есть и русские цели. Я по себе это чувствую. С детства, не самого первого, но с того детства, которое продолжилось в Москве, я привык слышать от своей семьи наполовину состоящей из донских казаков, наполовину состоящей из сибиряков. В России так, да. А в Сибири иначе. Я не сразу понял, что здесь важно. Тут важно было, что как для донских казаков, так и для сибиряков. Пусть страна и государство огромное – это нечто единое, но Россия – это Москва и поближе к ней. А мы – не москвичи. Это же говорил Еполиевский, родившийся в 30-м году в Смоленске и попавший в Москву из западноевропейской оккупации только в 46-м году. Именно, по-моему, 1 мая 46-го года. Москва его приняла, но он сказал мне, «На всю жизнь знаю, что я не москвич». Как же так? Мы кончили московскую школу, московскую спортивную школу там. Мы учились в московском университете. Все давно исчезло? Нет. Чувство того, что тебя тянет к себе, как изначальное, неистребимо. И оно в Передреве было. И это вот чувство сокола, которое рвется куда-то. Не знаю, в Чечню ли ему хотелось. Именно в Чечню, допустим, обязательно. Даже немножко ощеющуюся Чечню. Но вот куда-то туда, в горы, где он провел юность, неизвестную мне, о которой я только сужу по догадкам. Вот эта тяга понятна. Значит, есть русский цель. Он не туда тянется, куда предлагает Лермонтов. Лермонтов берет один случай, одну судьбу. Ну, конечно, Лермонтов допускает, что смысл-то пошире. Может, и Лермонтов тянулся куда-то. Например, что Лермонтов? У Лермонтова есть родина, там, тарханы какие-нибудь. Но одновременно он мятежный, ищет бури. Как будто в бурих есть покой. И туда хочет. Вот это русско-Лермонтовская. Полет, как вы сказали. Это началом цели, порыв людей, знающих, что такое высота над землей. Она и кавказам понятна, и русскому понятна, как человеку полета. Вот это Передреев. Ну, не вещь, конечно. И то, что вы услышали, это Передреев в моих воспоминаниях, не исчерпывающих его. Но глубоко симпатичное мне лично я хотел бы, чтобы это сохранялось в людях. Не чувство симпатии вот моё к таким людям Передреев, а качество Передреева. Чтобы человек такого качества продолжал жить среди нас, это чувство очень сильное и настойчивое. И я всегда ищу похожих на Передреев. Ну вот, неполнота личных встреч и полезность воспоминаний. Не всё в личных встречах поймёшь. Правда, у личных встреч есть одна безошибочность. Сразу чувствуешь человек тебе симпатичен или нет. А потом сразу чувствуешь человек твоего круга или литературоведческих категорий и соображений о прекрасном. Может быть, два отклонения от этого типа. или человек, не чувствующий вообще прекрасном. А второе, который сам творит прекрасное. Зачем ему абстрактные соображения о прекрасном? Ну вот, ко второму относился Передреев, и у него был вид человека, который действительно знал, кроме красоты слова, ещё и красоту тяжёлого труда. Тогда мне это было неизвестно, я где-то в книжках прочитал, что он здесь в Измаиле работал на стройке. А я в те же годы работал в Измаиле дворником, а где-нибудь в селях, там, на каком-то рубероинном заводе. но это рождает братские чувства, рождает. И они были. И Передреев, хотя, может быть, это могло меня и обидеть, я даже не помню, а нет, старше у меня было, когда он меня вот пошерстил по голове и сказал, ты ёжик, а мне было, ну, допустим, 35, а ему 40 с небольшим. Но всё же показал меня этим жестом мальчиком. И я мог бы как-то взъерошиться, но я терпел, во всяком случае, то, что он было, то, что он сделал со мной, ну, было по-братски, по-братски. И мы пошли куда-то, ну, сейчас не помню, пить пиво. Не пошёл Бочаров? По-моему, не пошёл и Палиевский. Ну, по своим соображениям. Палиевского считали пуристом, очень дорожащим своим здоровьем, трепещущим на своём здоровье и лелеющим своё здоровье. и над этим шутили. Ушаков часто говорил, я знаю, о чём мечтает Палиевский. Палиевский мечтает прожить 200 лет. Тут был такой намёк. И понять, что он, конечно, всё те, всех их обманул. Но Палиевский имеет тяжёлую болезнь желудка со времён военного плена. В это не все вдумываются. А он не может каждому отвечать, я сидел в плену и испортил там желудок, потому что вместо хорошей пищи ел какие-то корни. Но я это знаю и терплю. Но тут возник и Дробышев. Ровесник, спутник, Передреев ещё по каким-то кавказским скитаниям, по их саклям и кишлакам. Но не кишлак зовут, а сейчас в Чечне а селение, но и не аул. Но они называют селение. Может, на их языке что-то значит? Их язык не знаком нам. Мы думаем город Грозный, а ты приезжай в Грозный и ничего подобного. Называется город на реке Суджа. Для них слово Грозный, как название его, не существует. Их в их языке много особого. Там есть, как мне говорили, я в Грозного засылал, например, 80 падежей. Их невозможно уучить. Это не значит, что чеченский язык сложнее нашего языка. Все эти 80 отношений, которые передают чеченский падеж, у нас спрятаны в разных других местах. Они тоже есть. Но для освоения трудно. Ну, вот Дробышев нас вторично сблизил, как многолетний спутник под московским странствием Передреева. И у них тоже было много общего. И возраст, и знание того, что такое война, и знание того, что такое труд, и знание того, что такое другие народы. А мы же так созданы. Мы другие народы воспринимаем как правило, озабочивая себя тут же ответственностью перед ними. Я не придумал, я говорю, что я видел. Это было свойство Дробышеву. Когда-то по телевидению, да не так давно, называется Россия 24, мне задавали вопрос, как я отношусь к какому-то анекдоту, рассказанному про какую-то национальность. Но я не мог не сказать, что все народы смеются друг над другом и смеются над собой. Анекдот о какой-то национальности это еще не значит, что ты ее не любишь и что ты ксенофоб. Но они любили Кавказ. Возможно, они смеялись над чеченцами, сейчас это не помню, а что встречи уже Дробышев, Передреев и я имели особенный оттенок, это я тебе скажу честно, уже не было среди нас так называемой московской интеллигенции. Я о Кожаной когда написал статью Кожанов Арбат и Россия. Ведь оценивая Кожанова надо понимать, что был и Арбат. А у Дробышев никакого Арбата залушусь. И у Бередреев игроку. У него только Измайлов трудовое там, разнорабочая, строительная, бетонно-монтажная. Но это было близко. У Дробышева была черта. Но, по-моему, Передреев тоже имел эту склонность. Если сидишь вместе, надо петь. И надо петь вместе. К сожалению, о Передрееве я не могу вспомнить, но Дробышев начинал. И он начинал, допустим, не «Путь далек у нас с тобой». Ничего плохого в этой песне нет. Но он начинал, например, «Сой, да ты калинушка». По-настоящему, с Корневого. И Передреев всегда присоединялся к этому. Я в своих воспоминаниях еще песни назвал, но обращусь к душе к очень дорогому. Вот к песне «Враги сожгли родную хату». Это не народная песня. Это не официальная песня, потому что официальная Россия отторгла сперва песню Сокошкова, что там были полублатные музыкальные интонации и еще что-то, но что официальную Россию волновало, там неофициальный взгляд на судьбу человека. Какой? Он уже был обозначен и обозначен могучим умом Шолохом. Вот возвращается домой Григорий Мелихов. Он уже не видит жену, он видит только сына Мишатку. Тоже знаете, на улице не валяется, но в Мишатке нет никого. Сравните, возвращается Одиссей. Ему тоже было тяжело странствовать, но его встречает любимая Пенелопа, его встречает могучий юноша Телемак, они натягивают лук и всех женихов, которые обступили Россию, да нет, не Россию, а Пенелопу, разгоняют. Они кричат, это мое, 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 сказал Евгений Грозно, и шайка вся сокрылась вдруг. И вот возвращается домой Григорий Мелихов. Я помню о передвижении. И вернусь к нему. Да я сейчас о нем говорю, о том, что ему было дорого. Конечно, по обстановке 22-го года, понимаешь, никому Григорий Мелихов не нужен. И Витя ближайший какой-нибудь ревком, и очень быстро, его родной зять, муж его сестры Дуняшки, Мишка Кашевой со создано страстием расстреляет. Ну, ладно, это столкновение жестокой войны. Но кого расстреляют? Драгоценнейшую часть русского народа. пахаря, стрелка, конника, воина, певца, какие песни они пели вместе с Аксиньей, не его женой. Народ любовался. Вот что было подвержено при общеправильном ходе политических дел уничтожению и ущемлению. Потом пишется подняться Лена, о ней много спорят. К ней подходит то, что можно сказать о множестве советских песен. К примеру, Рязанская Мадонна Восполнение Зыкина или что-нибудь еще. В чем суть этих песен Богатикова, Людмила Зыкиной и даже Валентина Толкунова что бы там ни пелось, смысл такой. Это смысл адресован президиуму какого-то торжественного собрания с извещением товарищи в стране все в порядке. И все довольны. И все довольны. Мой милый, вижу бы не было войны. Я и сам так думал, но я знаю, что говорила эта песня, чтобы начальство было довольна. Иди все дальше как идет. А вот мы пели. Нас же не президиум какой-то торжественного собрания призывал собравшись втроем на сейджинке петь роди с дверодную хаду. Один из смыслов этой песни, общий смысл богача, был в том, что вот завтра после этой выпивки из медной кружки вина вина с печалью пополам на скоренном камне гробовом этот солдат никому не нужен. как о пенсии, о медали. Но вы понимаете, жизнь не только из этого будет состоять. И Шолохов тогда же продолжал эту линию. В 47-м году Шолохов написал большой очерк. Он был вправе опубликован в двух номерах. Ну, как назывался «Моя Родина» или что-то вроде. И там было изложено для советского читателя как растут показатели сетхозяйственного производства, как все в порядке. Я помню, что чехи перепечатали эту очередь в виде отдельной книжки. И я по-чешски его сперва читал, а потом начал искать я опубликован и нашел правду. он писал в 1947 году «Как светет это», а в рассказе «Судьба человека лет через десять» он написал, как в 1947 году он встречает героя солдата Андрея Соколова, который чудом выжил, который чудом нашел младенца сироту и взял его под свое крыло и переправившись как-то через реку где их видит рассказчик они уходят далее и хочется надеяться говорит Шолхов что под крылом надежного человека вырастет такой-то и такой-то как хотелось бы пожелать и мешатке «это» так это вышло этот неродной сын ну показала жизнь никому особенно не нужен он станет человеком благодаря усилиям своего вновь найденного отца и благодаря тому что отец его так воспитает но без особого такого внимания чтобы его лелеяло государство это ощущение русского человека что ты с немеренными силами своими может быть никому не нужен оно овладевало нами оно было свойственно перегрею что такое околица родная что случилось это то что околица изо всех сил старающихся как-то воспрять на что-то порядочное стать похожим никому не нужно и ничего у меня не вышло ни города для нас не получилось и навсегда оставлено село что-то надо было искать и что-то было возможно и не старое дохлое село допустим и не город с корпусами которые походят на могилы васвенцами так сказать антивасвенцам что-то надо было и душа поэта тянулась конечно к этому к чему-то горному светлому горнему где можно было лететь лететь как летит вообще русский человек и Гагарин и Галина Уланова и вся русская культура как она летит там же хотел лететь и перегреть но тяжелое ощущение посещало его что это не всем нужно это ощущение посещало и людей непохожих на перегреева и может быть более узких умом чем они хотя всемирные прославлены вспомните известную нам со школы легенду о горящем сердце из старухи изербель Данка вырывает из груди горящее сердце и ведет неизвестный народ уж не знаю какой народ имеется ввиду где-то в ветром завете написано что некий народ под предводительством героя вот отошел и дошел и тут началась настоящая мировая история забыл о какой народе идет речь но возвращаемся к Горькову он заметил поезд что Алеша пешка перняк соленым ушем он говорит что когда Данка упал бездыханный и сердце опрокинулся куда-то на землю подошел осторожный человек и затер эти искры ногой вот это уже не коммунизма это не марксизма ленинизма и не пропаганда ее а тяжелое ощущение что никакая правда кому-то вообще не нужна как не нужен для задуманного справедливым строя Григорий Мелехов как не нужен для огромной справедливой героически победившей страны Андрей Соколов как не нужен был Данка кому-то так не нужна и Околица ну тяжело же если Околица родная Околица родная чахнет а ты вот по этим туннелям метро шастаешь и ждешь кого-то вот я написал что он кого-то ждал а кого-то ждал я не знаю я помню на лице была тревога но мне потом сказали что через несколько дней он умер какая тревога была я не знал о жены чеченки может быть что-то там было а расскажите что это было на Беговой на Беговой где-то Беговая 1905 год это-то я хорошо помню он был в дубленке был мороз но многие так говорят но это свойственно и нашему все что-то а жена то чеченка ну разве вытекает человеческая драма если жена именно чеченка драма могла быть в любой семье и драма явно была у передреева но это осталось для меня загадкой а вы процитировали стихотворение гармонии метро а вот стихи про метро это я помню от души их переносил я бы сейчас вот найти их конечно прочитал бы сатраны вот это кстати многое передрею значит человек выросший на Кавказе на вольном воздухе человек полета и сокол оказывается не в клетке не то что сижу я как у Пушкина темница сырой сижу я нет я сижу я сижу за решеткой в темнице сырой и там коронаволе орел он зовут вот зовет меня на родину вы знаете метро очень много дает благосостояние москвичей но это не лучше темница сырой в метро всегда одна погода какая благость всегда один и тот же свет и нету выхода у входа а там где выход входа нет это трагедия человека не думайте что это трагедия социализма это трагедия механизирующая гося общества которому чтобы доехать от брата до брата надо-то зайти в соседний дом и найти там брата а ты едешь куда-то на метро да и там ты брата не находишь ты там вкалываешь и полностью обессиленный едешь ни выхода ни входа домой все вопросы которые поднимал Передреев они останутся думаю что даже не вникая в эти вопросы добрым словом вспомнят Передреева поразительное множество людей братских народов которые люди писали стихи и он их переводил говорят переводил потому что нету денег ну может быть я не знаю по сторонам лишенные там свободы печататься это я не свои мысли излагаю а так я читал был вынужден заняться переводами Анна Ахматова прижимаемая тоталитарными условиями не могла печататься занималась переводами а на самом деле оказывается десятки людей делали переводы и сына делал переводы а подписывали Анна Ахматова чтобы побольше был гонорар вот извините это не собственно сопротивление тоталитаризму это что-то другое и вот Передреев отдавал свою душу в основном кавказским и восточным поэтам включая по-моему кого-то из персидского ареала они даже не знают о страдании но они знают русским известен Низами или кто-нибудь еще благодаря Передрееву уже за это ему благодарны и слава Богу благодарны и мы чего мне принес доброго Передреев тем что перевел какого-нибудь например Гафура Гуляма ко мне как к русскому более дружелюбно относится простой как-нибудь азербайджан и Центрукмен это сделал отчасти Передреев ну не так у Энгара По есть рассказ о том как при огромном скоплении людей в нем мечется какой-то человек и вот он этот человек бездомен и одинок в толпе значит если додумать то и дома ты можешь быть бездомен если нет человеческой связи вот это одна сторона бездомности другая сторона бездомности когда у тебя есть дом ну другие дома тебе чуждо и наконец когда ты вообще не знаешь куда все наши дома летят хотя не наши так и Россия может быть бездомной если она не знает куда она летит и приносит ли она то миру что должна приносить ну согласован Путин там обходя моря и земли мы обходим моря и земли и там мы ничего не можем сделать например мы возвращаемся обратно в родное и дом не устроен дом уже разрушен что-то вы так недоубрали уезжая а что-то без вас раззавили вот я сейчас не опираюсь на отдельные сектурения передре его потому что не всегда сразу что-то сполнишь надо ночь посидеть над его книгами они стоят этого и надо что-то сказать но все эти чувства бездомность дома то есть бездомность когда ты дома чуждость твоего дома другим домам затеянность затеянность домов в какой-то вот окраине как стихотворение околица и непонятность куда же летит страна летит крыла-то как нас учили и как мы создали вроде нас думаешь никуда это все совокупность тяжелых для передреева вопросов но передреев это особенно в чем он мог эти вопросы просветляя их стихами все-таки предлагать разрешение а не тому что всем надо знать тут же повеситься вот эта драгоценность уже художника одна эта драгоценность конечно привычки каждому как возникает талант не знаю но уверен что трудовое детство связь с нашей серьезной достойной всяческого уважения и почтения истории связь с памятью о родителях все это помогает красивым стихам выстраданным выстраданным а не выстраданные красивые стихи ну поет соловейка какой-то ну красиво конечно жаворонок звонкий из жаворонка можно извлечь тоже там кто-то вспомнит про меня и вдохнет украдка ну подумаешь так нет даже не жаворонок ты жаворонка голос наполнил звучанием человеческой души человеческой души если твоя красота это не просто какой-то птички божьей которая не знает не забота и труда а озабочена человеческим вот это человеческая красота а кто-то тоже возможно человек тоже думал о доме о доме о доме что-то он писал например возвышенно и как гомер или как одиссей вот стремился будто бы на остров Итаг я не помню этого поэта но помню хорошо его стихи ни судьбы ни погоста не хочу выбирать броски на Васильевский остров я приду умирать красиво звучит и знаете ничего понравилось ни на кого Васильевский у вас не вернулся в Венеции лучше так так сразу и скажи мы жили в драматическое время сталкивались народы ломались судьбы сталкивались огромные концепции и эпохи была эпоха до 17 года задумало было от этой эпохи отказаться ну допустим не мы отказались но я скажу кто отказался на нашем юридическом факультете Московского университета учился будущий президент по-моему СССР первый президент СССР он возглавлял старую комсомольскую организацию старую партийную организацию и наконец стал членом политбюро к нему тогда явились два товарища это я говорю со слов председателя совета старых студентов филологического культета и они ему сказали дорогой Михаил Сергеевич мы вас поздравляем с высоким назначением желаем вам больших успехов спасибо спасибо у меня у нас сказали Михаил Сергеевич к вам один очень серьезный вопрос какой он Михаил Сергеевич когда вы возглавляли консомольскую организацию и когда возглавляли партийную организацию вы часто причем вы сказали да Михаил Сергеевич вы нередко оставались в Москве ночевать по такому-то адресу Горбачев похолодел Михаил Сергеевич мы вас очень просим теперь будучи членом полинбюро никогда не ночуйте по этому адресу и Горбачев сказал хорошо похоже или нет на Николая второго похоже вторая страна называя имберией так вот рухнула если бы Григорию Мелехову сказали вот ты только все в порядке будет ну вот как сиди не езди Григорий бы повторил сцену описанную Шолоховым столкновение Григория с генералом Фесхилауру генерал Фесхилауру стал давать дисциплинарные указания Гришке Мелехову а тут выдал шашку за рублю на месте так и сделал Николай второй так и сделал Горбачев и Ельцин так и сделал хотя по характеру просто русская женщина Горбачева Ельцина любила Ельцин мужик но мужик не выхватил представляете хотя на месте Горбачева тогда он может быть выхватил а в итоге нет и вот значит социализм не состоялся или не получился не знаю как точно сказать и мы это часто обсуждали именно втроем Кожаном здесь не участвовал здесь не участвовал и Шафаревич Шафаревич написал я знал Шафаревича разговаривал с ним но написал он в книге что есть такое устройство социализм но оно подходит только для конец запутавшихся стран находящихся в состоянии драмы кризиса и на худой конец сходит из социализма а для нормального общества он не подходит на это я говорю я не забыл о том что вы меня спрашивали извините в состоянии трагедии неразрешенности всех главных вопросов в кризисном состоянии человечество находится всегда так что не надо нам говорить что есть какие-то особо мрачные случаи для которых ну только социализм подойдет сейчас трагедия повсюду и людей убеждают что им не надо делать выбор в пользу того варианта который для плохих случаев уже пора погибать и вешаться и говорить мне надо искать решений для тяжелых случаев ну а нам повезло тут важно вот еще что социализм когда его вводили в Россию был задуман по книгам по книгам жизнь жизнь сразу показала и кстати сначала Ленин а потом Сталин поняли что по каким книгам Бернштейнов там каких-нибудь ничего нельзя построить может быть можно построить Германию но в России надо строить как-то иначе и кстати какие-нибудь советы там народные придумал сам народ теперь Дробышев Передреев я и прочее слушаем лекции по марксизму и ленинизму это мы часто обсуждали а лектор по марксизму и ленинизму они часто были такие же люди как мы родом из деревни прошли войну потом эти курсы ликвидации безграмности стали доцентами профессорами исторического материализма или научного коммунизма им предписано убеждать что все у нас строится по книгам прекрасно знали что строится не по книгам а убежали что по книгам молодежь это не устраивает она заглянет в книги и видит ничего подобного просто не по книгам совсем строится но то что строилось было ничего усилия ввести в книжные рамки в частности усилия Андропова ввести в рамки долг сковывали общество а не так как думали таксисты вот наши что Андропов сейчас свободу принесет это мнение водопроводщика таксиста Володи Высоцкого бывший голосом водопроводщика 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 а нам повезло по книжкам не удается и настоящий недостроит настоящий может быть лучше но поскольку недостроит книжный это я слышал из Успередреева остается масса прорех щелей и отдушин и мы питались ими хочешь в Анады Анады твой хочешь еще куда ну Севастополь закрыт к примеру там или Володевосток но куда хочешь туда поезжать там ты и хозяин ты строишь братской газ ты еще что-то возводишь а братская газ допустим есть страшные поэмы ну я что обработал дробушев знаю мы там работали как хозяева никаких начальников над нами не было и любой слесарь или экскаваторчик мог отчехвостить начальника строителя монтажного поезда и сказать что правда это а не в ваших проскрипциях и начальник соглашался ведь он был такой же как доцент научного коммунизма тоже из рабочих и фронтовик перед правдой он отступал это было чудесное общество я за то что говорю сейчас такие вещи никаких денег не получаю поэтому я не халуйствую я говорю это было прекрасное общество там мог развернуться здоровый жаждущий опыта любви красоты природы бескрайних просторов енисейских разливов человек а сейчас доберись до енисейских разливов тебе денег не хватит доехать и меньшает число людей которые платят им хочется в Анталию вот в Анталии все по клиническому там ну не социалистическому построену скука страшнейшая передреев ложь вот этой скуки которую пытались и у нас насадить понимал тоже в этом родственнице она а где Вадим Валерьянович сидел Сергей Андреевич Вадим Валерьянович вот это я тебе скажу последние лет 20 всегда сидел вот здесь вот здесь сидел как бы один между всеми чтобы могло встать и выйти перекурить вот я думаю так ему было удобнее раньше когда где но с начала 90-х годов он сидел здесь и он он и он он